это духи а что если я вам скажу что есть люди которые платят по 40 тысяч рублей чтобы их назойливо продавать на улице более того эти люди еще с заработанного будут отдавать проценты непонятно за что вдумайтесь в это еще раз вы платите деньги чтобы продавать духи на улице и еще сверху за это отдаете проценты представили а некоторым даже представлять не нужно да я знаю что это звучит забавно но вот нашим братьям из дагестана не очень смешно потому что для них это стало реальностью интересно тогда слушайте внимательно как же давно у меня на канале не было никаких разоблачающих видео я думаю вы все соскучились по старому доброму формату где в пух и в прах разносятся различные мошенники важно понимать что разоблачение требует большого количества времени и подготовки и сегодня я поделюсь с вами очень интересной историей за которую наблюдаю уже около года и речь пойдет про рустама шахбанова возможно многие даже не знают кто это такой но поверьте мне не всегда человек должен быть медийным чтобы это было интересно теперь друзья поговорим о том что мы даем у нас на обучение первое мы даем четкий алгоритм 10 того как выбрать свою товарную нишу следующее друзья что мы даем мы будем конечно же учить эти товары продавать на онлайн площадках следующее друзья что мы даем мы даем четкое руководство того где и как искать поставщиков и самый друзья приятный бонус который можно получить пройдя обучение в марте у каждого из учеников кто пройдет онлайн обучение по онлайн продажам в марте он сможет потом зайти на оффлайн обучение на любой поток не обязательно даже в марте то приходите проходите обучение и просто остальную часть 25 тысяч рублей вы оплачете тогда когда вы уже начнете зарабатывать по факту то есть тогда когда вы получите результат так как вы получили скидку в дагестане его прекрасно знают и недавно был такой конфликт среди его учеников что я такого действительно раньше не видел потасовка прямо в офисе инфо цыгана такого экшена не покажет даже по телевизору помимо самого шахбанова в этом видео косвенно затрону второго человека по имени заур который занимается тем же самым что и рустам более того это его ученик наверное один из немногих кто реально научился зарабатывать от рустама но не потому что следует программе обучения а потому что все повторяет за своим учителем сплинтером данный ролик должен был выйти еще пару недель назад но события вокруг этих людей развивались такой скоростью что мне пришлось следить за ситуацией на ежедневной основе и вот все стихло был даже шариатский суд в отношении рустама и теперь пришло время рассказать вам всю правду если я в чем-то буду неправ я это приму рассмотрим нашу позицию с точки зрения шариата с точки зрения закона в россии и так далее если мы где-то будем неправы мы это сто процентов примем почему потому что мы понимаем что никаким таким знаете странным делом мы не занимаемся да то есть с каждым из учеников мы заключаем договора свои обязательства выполняем ребята зарабатывать деньги ребята делают крутые результаты те кто следует программе обучения хочется верить что этим роликом мы сможем уберечь молодежь от этих наглых аферистов а именно таковыми они являются наживаясь на молодых и не очень пацанах сегодня я вам расскажу кто такой рустам шахбанов что из себя представляет его курс чем закончился конфликт с его учениками поговорим про реальные результаты людей и почему с ним не стоит связываться ну что на связи как всегда министерство правды с вами я рюк и мы начинаем стоп вы все слышали про выход нового 15 айфона если тут те кто хочет выгодно обновить свой айфон в трейд-ин или же продать старый за считанные минуты без авито и встреч с сомнительными покупателями а что вы сидите когда есть сервис pedant market в котором вы можете оценить стоимость своего телефона прямо на сайте то есть вы заходите в калькулятор в telegram боте сервиса вбивайте все параметры телефона и получаете выгодное предложение более того вы можете продать телефон не выходя из дома к вам приедет курьер оценит айфон и переведет вам на месте деньги на карту зачем посещать десятки сайтов и сервисов попытки найти гаджет по достойной цене когда все собрано в одном месте также вы можете взять айфон по подписке цены начинаются от полутора тысяч рублей да да больше не нужно брать телефоны в кредит у pedant market 500 точек по всей стране скорее переходите на сайт pedant . market и оцените за сколько вы можете сдать свой старый айфон а что самое главное по промокоду минправда по ссылочке в описании вы получите приятный бонус 500 рублей на покупку устройства всем удачи пришло время ответить на насущный вопрос этого дня кто такой рустам шахбанов шахбанов рустам камилевич родился в дагестане а именно в городе буйнакс на улице исаева дом 13 на данный момент дислоцируется в махачкале в центре столицы на сегодняшний день его instagram насчитывает более 120 тысяч подписчиков которых он получил за счет покупки рекламы у всеми любимых в кавычках вами блогеров о которых мы в свою очередь поговорим чуть позже данный пассажир рассказывает в своем личном блоге про бизнес успех и мотивацию школа а я за шабудинова это очень хороший вопрос причем потому что на сегодняшний день очень многие ребята по причине того что не верят в себя не верят в успех не предпринимает какие-либо действия для того чтобы как-то себя реализовать в этой жизни она на самом деле существует то все завали свои посос и баны при этом иногда хвастаясь своими богатствами в виде своей бмв м5 которые у него не было до начала мошеннической деятельности и эту тенденцию можно увидеть практически у любого инфо цыгана особенно на начальных этапах когда человек начинает вещать с нулем в кармане и после пары потоков приобретает себе свежий автомобиль сидеть с умным видом и отвечать шаблонными ответами на вопросы которые ты составил себе сам для этого много ума не надо но сам как побороть критику когда начинаешь свой бизнес на самом деле как я считаю с этим бороться не нужно то есть с критикой ты будешь бесконечно бороться это будет бессмысленно почему потому что это не даст своего результата в любом случае тебя будут критиковать если ты начинаешь себя как-то реализовывать в этой жизни на самом деле как я считаю с этим бороться не нужно если ты долбоеб то ты им будешь всегда нормально ответил важно понимать следующий момент а именно про целевую аудиторию рустама и какой же он взял вектор для воронки продаж это тоже очень интересный момент начну с того что его аудитория это приезжие ребята из средней азии которые хотят как-то выбиться в люди его земляки и другие ребята с кавказа почему я подчеркиваю этот момент сейчас объясню мы все сами привыкли видеть прогревы которые красиво оформлены в инста stories но не в случае шахбанова он понимает потребительскую ментальность своей аудитории и поэтому он просто постоянно вещает нам одно и то же а именно давит на гарантию результата что если ты не начнешь зарабатывать после прохождения курса 150 тысяч рублей в месяц то тебе вернут деньги гарантия прям сто процентов он это всегда выделяет мы гарантируем просто стопроцентный результат газуйте казалось бы беспроигрышный вариант и кто-то даже подумает если бы он не был в себе уверен он бы такое сказал тем более его разорвут в дагестане в случае обмана именно момент с гарантией становится ключевым фактором почему у него покупают этот курс про сам курс мы будем говорить следующих главах а пока мы пройдемся по его автобиографии чем занимался рустам до того как начал продавать курсы на самом деле действительно были попытки заниматься товарным бизнесом его аккаунт на авито не даст мне солгать он неоднократно говорил что занимался продажами велосипедов и до объявлений по продаже велосипедов на авито в махачкале у него достаточно в описании он пишет что у него прямые поставки с фабрик также мелькают объявления о продаже электромобилей шуруповертов перфораторов дрели и снова велосипеды теперь уже в розницу ну и пару автомобилей который подтверждает его не успех в товарном бизнесе вот мы видим какой-то уставший до жути ford мандео и ладу приору рустамчик в какой-то момент реально поднялся и искал себе секретаря за 30 тысяч рублей с графиком 6 1 забавный факт я нашел старое фото рустама и обратите внимание на надпись на стене оставайтесь безрассудными рустам это какой-то знак свыше а сейчас я вам покажу где продавались велосипеды вот здесь именно так выглядит рабочее пространство уважающего себя предпринимателя какой можно сделать из этого вывод по факту попытки заняться товарным бизнесом были но о каком-то успехе речи идти не может весь капитал что он имеет сегодня это деньги нажитые путем продажи своего пустого как фантик обучения никакой м5 в те времена и не было рустам ты это сам и без меня прекрасно знаешь когда мы говорим про количество обманутых людей эта цифра исчисляется сотнями они десятками но эти люди сами по себе не могли найти рустама вы сами видите это не какой-то блогер никакого медиа веса он в себе не несет если мы говорим про какую-то ответственность мне бы хотелось чтобы мы не упускали из виду тех кто помог этому злу вылезти наружу кто не понял я сейчас говорю про тех кто его рекламировал записи экрана я не делал кто там его рекламировал потому что не думал что когда-то будет видео про данного персонажа но это не значит что я не видел эту рекламу поэтому начнем по порядку кого упущу можете напомнить в комментариях и они попадут тоже в этот позорный список который будет опубликован в моем телеграм-канале рекламу он покупал у блогеров которые имеют предпочтительно восточную аудиторию и кавказскую поэтому мы наблюдали рекламу у асхаба томаева чему я вообще не удивлен у ахмеда венгалби причем в какой-то период времени это было прям очень активно у бойцов поп-мм у актера сергея романовича и некого мирзы которого просто сожрали хейтом в комментариях за рекламу этого шарлатана вот можете поставить на паузу и почитать эти комментарии самостоятельно опять-таки кого-то я явно упускаю но никуда эти рекламы я не записывал но что могу сказать точно так это следующее каждый кто его рекламировал автоматически посодействовал ему в этой незамысловатой афере не раз получал сообщение что доверились именно из-за этих людей без них он бы не продал ничего поэтому смело можете делать спрос из этих ребят и на будущее теперь вы знаете что если эти люди кого-то рекламируют то лучше обходить это стороной ведь за этим ничего хорошего не последует понятие чести и морали это не про них вместе с рустамом хочу поставить наравне его ученика за ума который продает абсолютно такой же курс беря пример со своего наставника в какой-то период в нгл-б прекратил рекламировать рустама и переключился на за ура дело рекламу он прям действительно от души огромное количество раз показывал рассказывал доказывал что у нас есть парень заур который занимается продажей товаров и может любого из вас этому научить это не какая-то там тема с вайлберисом это не такая тема что какой-то какой-то инфо цыган какую-то информацию собрал и эту информацию он подает за деньги нет это за ура скажи подруга из команды занимаемся товарным бизнесом и обучением двух направлениях оффлайн направлении если ученик не выходит на серьезный доход я лично со своего кармана до 500 тысяч рублей наличными онлайн направлении хоть у нас нет каких-либо карантин доход для работы вам будет достаточно местный смартфон за все время у нас еще не было ни одного человека который бы следовал программе обучения и не заработал прямо сейчас можете перейти по ссылке на мою страницу просмотреть кейсы результаты ребят они обеспечивают себя родных близких приобретая себе автомобили путешествует в общем они практически ни в чем не нуждаются и сейчас у вас есть возможность попасть на оффлайн направлении это последний поток где мы даем гарант на возраст средств если вы не выходите на доход старт махачкали назначен на пятое число то есть сегодня последний день когда у вас есть возможность записаться на оффлайн направлении в москве мы стартуем в середине месяца а теперь смотри получается оффлайна больше не будет это самый последний месяц дальше уже мы будем давать акцент исключительно на онлайн и в оффлайне стопроцентная гарантия что человек будет зарабатывать нормальные деньги нормальные деньги это сколько минимум свыше 150 200 тысяч рублей ну то есть если он этого не заработает полный возврат средств и это самый последний поток оффлайна дальше уже будет акцентировать внимание на онлайн перспективы видео результаты ребят в онлайн направлении мы решили полноценно перейти на онлайн даже имеет место быть предположение о том что они возможно в доле в этом видео я не вижу особого смысла рассказывать про каждого отдельно это абсолютно идентичные продукты у которых одинаковая политика и проблемы поэтому все что я говорю про рустама адресуется и зауру также и наоборот надеюсь вы уловили смысл заур помладше и скажем так не в обиду ему чуть глупее чем рустам потому что порой он себя разоблачает сам к сожалению из-за такого рода нимфо цыган страдают и нормальные образовательные учреждения и больше всего стыдно становится от того что эти люди являются представителями нашей республики и когда люди обращаются к ним брат в чем заключается суть заработка они в ответ говорят ты оплати приди потом мы тебе все объясним или же там в двух словах ты не поймешь и так далее но это уже просто самообман и таким вот обманным путем продавая людям грубо говоря кота в мешке люди зарабатывают себе на жизнь поэтому ищите себе нормальных наставников которые ничего от вас не скрою и ахмед вам уже не раз говорили что абсолютно каждому желающему мы раскрываем суть заработка в оффлайн направлении суть заработка в онлайн направлении поэтому будьте аккуратнее в том чем как передать свои деньги какому-либо персонажу спросите у него узнаете у него все более подробно а если он от вас пытается что-то утаивать то и вовсе не ведитесь на подобных них а цыган да все завали свои посол с ебаны когда я это увидел мне даже не хотелось сделать видео он сам прекрасно все рассказал о себе каждое слово которое он произнес так или иначе к нему относится и скоро я вам это докажу люди обращаются к ним брат в чем заключается суть заработка они в ответ говорят ты оплати приди потом и тебе все объясним или же там в двух словах ты не поймешь и так далее но это уже просто сама обман задача что угодно и продавать онлайн то на онлайн площадках предназначенных для продаж товаров олегу масла мы учим ребят заниматься продажами товаров и на этом гарантированно зарабатывать все более подробно уже в процессе обучения объясняем какая трава какая трава разыгралась касаемо заура скажу так это такой же инфо цыган как и рустам оно и логично ведь тот его ученик просто в какой-то момент заур для себя понял что может спокойно зарабатывать такие же бабки просто делая то же самое все гениальное просто не знаю как они друг друга не убивали отнимая друг у друга хлеб но это уже их личное дело и так что за курс нам предлагает рустам шахбанов и заур легенда гласит что курс посвящен тематике товарного бизнеса где есть разделение на онлайн и оффлайн направления все звучит красиво не доебаться но на деле вас ждет просто цирк шапито чем дольше вы будете смотреть это видео тем больше вы будете охуевать того на чем эти типы наварили себе состояние а что самое главное до какой степени люди глупы что покупают у них курсы ну что поехали они красиво говорят про заработок где каждый из вас со стопроцентной гарантией сможет заработать от 150 тысяч рублей ежемесячно стоимость курса 40-50 тысяч рублей иногда бывают скидки также недавно рустам делал оффер где готов был дать 500 тысяч рублей к тому кто не заработает деньги с помощью его курса он уверяет что даст фундаментальные знания от а до я в общем пиздит красиво как и любой другой инфо цыган вся суть в том что они изначально не говорят людям на чем будут зарабатывать все максимально в общих чертах товарный бизнес а что продавать кому продавать никто не знает вся информация предоставляется только после оплаты курса и подписания договора который я вам тоже покажу я обращаются к ним брат в чем заключается суть заработка они в ответ говорят ты оплати приди потом и тебе все объясним или же там в двух словах ты не поймешь и так далее но это уже просто самообман в олегу масла мы учим ребят заниматься продажами товаров и на этом гарантированно зарабатывать все более подробно уже в процессе обучения что за договор давайте его внимательно посмотрим как мы видим рустам позиционирует себя как владельца бизнес-школы его договор составлен максимально грамотно и сколько же людей он с помощью него смог кинуть на бабки человек думает блин тут даже в договоре прописаны гарантии все официально и на бумажке только вот этой бумажкой вы можете себе жопу потереть потому что это один из инструментов для поднятия лояльности на которой вы повелись читайтесь в него внимательно в нем говорится что если вы не следуете программе обучения вам никто деньги не вернет вопрос другой что значит не следовать программе обучения под этим предлогом рустам как раз таки отмазывается от возврата денежных средств полученных за это обучение под этот критерий попадает абсолютно все что угодно если ты не делаешь результат значит ты не следуешь программе если бы ты следовал был бы результат поэтому хуй тебе за воротник а не возврат денег ты докажи что следовал программе курса никто ничего не покупает значит хуёво продаешь надеюсь смысл вы уловили это просто настолько хитро придумано что я в восторге так вот после того как ты оплатил курс подписал договор подтер свою жопу этим фантиком начинается непосредственно само обучение помимо того что ты отдал деньги за курс с продажи товара ты обязуешься отдавать 75 процентов заработанного потому что товар принадлежит рустаму это просто пиздец у меня нет слов мы с вами уже выяснили что у них есть две ветки оффлайн и онлайн они между собой не сильно отличаются поэтому каждый разбирать отдельно смысла особого не вижу онлайн обучение заключается в том что вы будете продавать всякое говно на авито июле хотя до обучения были обещаны разные платформы ну да авито июла это какие-то супер приватные платформы о которых мы не слышали ранее в чат закидывают видосы сомнительного качества и дальше нужно приехать в офис и подписать договор то есть грубо говоря из онлайна вы переходите в оффлайн очень много людей ради этого потратили деньги чтобы купить билеты и приехать в махачкалу на обучение люди зарабатывает в чем дело почему ты не зарабатываешь вот ребята 16 лет по 15 по 16 день делаю выезжаем махачкалу там обучаясь там у тебя проблем никаких не будет с документами попробуй как-нибудь до махачкалы добраться там у нас связи есть и больше уверенность чувствует также у рустама есть офисы в москве были ребята с таджикистана казахстана и других постсоветских стран которые чуть ли не на последние деньги прилетели обучаться опять-таки никто не знает чем нужно заниматься пока своей рукой не подпишет договор далее ученикам толкает мотивирующие речи про успешный успех и прочее все сидят просто на лютейшем заряде и представляют себе как поменяется их жизнь она действительно поменяется но не в том ключе в котором бы хотелось в офисе рустама есть некая иерархия то есть какие-то скажем так ранги самый главный понятное дело это рустам после рустама идет директор наверное зарплаты в 30 тысяч и графиком 61 потом кураторы и инструкторы все продумано максимально интересно просто слушайте внимательно после того как вас замотивировали идет следующий этап вас распределяют и отдают группами инструкторам которые уже будут рассказывать на чем же будет строиться ваш заработок про инструкторов расскажу отдельно потому что их с какой-то стороны тоже жалко просто дайте немного времени как подметил один ученик складывается ощущение что инструктора специально об этом рассказывают в каких-то кафешках чтобы показать свой достаток дабы убрать лишние сомнения учеников давайте прочитаю слова ученика один мне показывает и говорит смотри во что я одет наконец-то мы подходим к сути обучения инструктор достает барсетку забитой духами только это не обычные духи а масляные название этому миск на рынках такие духи стоят рублей 150 300 не больше инструктор говорит тебе нужно ходить по улицам торговым центром кафешкам и продавать парфюм прохожим людям вот и вся бизнес-схема духи стоят 150 рублей вы их продаете за 800 но это еще не все инструктор как настоящий успешный человек продемонстрирует свои способности на практике и ваша задача за ним ходить и смотреть как он продает духи залетает он куда глаза глядят аптеки рестораны салоны красоты парке неважно на них орут люди потому что представьте себе после рустама сколько по городу развелось продавцов парфюма девушки на вас смотрят как на больных и так с 8 9 утра до самого вечера при лучшем раскладе если ты продашь 10 флаконов по 800 рублей ты заработаешь 8000 что весьма неплохо подумают некоторые но теперь из этих 8 тысяч вычитаете 75 процентов что вы должны отдать рустаму и у вас остается две тысячи рублей с учетом того что ты весь день ходил и позорился и плюс ко всему отдал за это 50000 рублей один ученик мне писал что люди на него смотрели как на цыгана и говорили может тебе нужна помощь если ты в этом нуждаешься на держи 50 рублей более того куратор который должен показать что продажи работают не смог продать ни один флакон за два часа потом говорите идите продавайте духи и я пойду тоже возвращается через час и говорит вот 5500 рублей продал духи я думаю вы прекрасно понимаете что это деньги с его же кармана как вам такое у меня просто нет слов такого я никогда за все это время не встречал одно дело если бы вам все это говорили заранее но нет сначала оплата подпись договора потом уже все узнаешь более детально мы это разберем чуть дальше теперь я хочу рассказать вам про казусы которые произошли на этом курсе а их было немало скажу больше в одно видео я это вряд ли смогу уместить как и в любом другом курсе обучаться может кто угодно в и рустама так как изначально никто не знает чем предстоит заниматься приходили люди кому такой вид деятельности противопоказан в прямом смысле этого слова пришел парень заработать себе на операцию ему нельзя было много ходить я уж тем более делать это под палящим солнцем учитывайте климат дагестана когда этот парень узнал чем ему предстоит заниматься на курсе ему пришлось его покинуть виду собственного же здоровья и что вы думаете ему кто-то вернул деньги да нет немало тех кто брал деньги в долг у меня таких скринов очень много соответственно после того как выясняется чем нужно заниматься у людей отпадает желание работать но деньги никто тоже не возвращает вот если бы рустам изначально говорил что нужно делать у него ни за что не получилось бы столько заработать но с другой стороны и претензий к нему не было бы рустам это чистейший воды мошенник я не просто так упоминал граждан из средней азии которые толком не зная русского языка кое-как прилетели из своих стран к нему в дагестан тратили деньги на билеты на курс в итоге уходили ни с чем и когда они просили вернуть деньги рустам над ними издевался из-за их незнания русского языка посмотрите на эти скриншоты под какими веществами он это пишет бейдулу знаешь в косумкенте живет а в геленбатоне человек не понимает о чем идет речь и адекватно пишет брат я тебя не понимаю на что рустам отвечает на днях приезжай туда грибы собирать вот вам еще один пример у человека нет патента на прописку и связи с чем он просит возврат рустам пишет сальто умеешь также ученик говорит что потратил деньги на проживание на жилье и прочее у него даже нет денег чтобы улететь обратно домой шахбанова это не волнует его волнует лишь вопрос как продать свой курс в общей сумме более 200 человек было кинуто только из таджикистана представьте себе сколько человек не могут просто из-за него улететь даже к себе домой как вы думаете что он им говорит ну иди заработай себе на билет что ты мне здесь пишешь иди работай да но это так для понимания с кем мы имеем дело подростки в надежде стать богаче веря своему земляку продает свое имущество чтобы родители им не дали по шапке хватит верить в липовые отзывы которые выкладывает рустам по типу этого либо еще найти какого поставщика не стало интересно у меня спортивный интересно и я начал короче говоря искать я думаю тот кто хочет найдет конечно как говорится как говорится кто хочет создает причину да не хочет еще я вам показываю реальные отзывы за каждый показанный фрагмент я в ответе и как в те кто мне это все присылает а что если я вам скажу что курс составлен таким образом что физически никак невозможно получить за него возврат томить не буду слушайте внимательно возврат денег возможен в том случае если ученик делает все что говорит куратор так вот условием прохождения курса считается если ученик 10 дней подряд зарабатывает от 10000 рублей в сутки если ученик в один из этих дней не зарабатывает 10000 то отчет начинается заново с первого дня и только в этом случае курс считается пройденным с учетом процентов что ты им отдаешь задача становится чуть ли не невыполнимой интересно они придумали не так ли соответственно после старта курса когда все узнают о том чем им предстоит заниматься 90 процентов людей покидает обучение данную статистику доказать труда не составит от слова совсем цитирую слова ученика в офисе был полный офис туда даже люди не помещались на второй день два-три человека осталось и поверьте мне он не единственный человек кто об этом пишет я бы много вам истории повидал как инвалиды покупали его курсы уходили ни с чем про тех же гостей из средней азии про малолеток который воровали деньги у родителей чтобы купить курс про ребят которые три месяца откладывали деньги питаясь на 100 рублей в день имея при этом детей все ради того чтобы рустам ездил на м5 а такие как ахмед в энгелби получали за рекламу бабки и сжигали очередную резину на своей машине а вы по-прежнему оставались там же парень пишет я приехал к родителям обещал привезти домой хлеб имеется ввиду деньги в итоге когда вернулся было стыдно матери в глаза смотреть потому что я не оправдал их надежд вас учат назойливо продавать духи вас будут последними словами обзывать а вы будете это терпеть куратором тоже приходилось не сладко потому что их штрафуют за опоздание каждые пять минут по 100 рублей если вообще решил не прийти то 2000 аренду помещение вода в кулере все расходы и брали на себя кураторы чтобы им стать нужно просто лизать попу начальнику и быть с ним в команде а ты будешь зарабатывать 75 процентов с продаж учеников до забыл уточнить деньги с продаж уходит в карман куратором дальше не знаю как это все дело распределяется между ними рустам сколько матерей ты довел до слез сколько молодых пацанов поругались с родными чтобы приехать к тебе в дагестан на последние деньги многим не хватило даже денег на оплату хостела вообще ничего не екает внутри у заура ситуация идентичная он просто перекидывает ответственность на своих кураторов а дальше и битесь как хотите на просьбу и вернуть деньги оба кидают в черный список их абсолютно не волнуют ваши проблемы как только вы отправили деньги можете про них забыть раз и навсегда кстати за ур что по лицемерию к сожалению за такого рода нимфоцыган страдают и нормальные образовательные учреждения и больше всего стыдно становится от того что эти люди являются представителями нашей республики и когда люди даже не смейте говорить про то что ученики ленились вот вам количество шагов одной из учениц женщин на курсе тоже было много было даже одна с детьми она взяла деньги в долг и в начале курса и срочно понадобились деньги в итоге заурах не отдал причем поражает наглость рустама ему кидают разоблачение на него а у него ноль реакции понял понял ну если кто-то так считает брат то дай бог ему здоровья а мы будем двигаться дальше с твоих же слов если ты в чем-то не прав то за это ты готов ответить так вот давай отвечай если я в чем-то не прав и я за это отвечу вот поэтому мое мнение остается прежним что ты можешь ответить на это видео где возвраты денег нет мы принимаем то что сказали в муфтиате и они нам посоветовали скорректировать договор но деньги мы возвращаем уже на наше усмотрение а что касается допустим возврата мы на всевышнего оставляем вот если мы не правы но мы ответим за это на том свете если вы не правы ответить за за это на том свете а вот так теперь модно прикрываться религией увы но аргумент не принимается что-то ответишь на то что девушка записалась на оффлайн обучение а вы ее записали на онлайн из сентября месяца не возвращаете деньги хотя это ваш косяк они и и в самом деле потому что я явные доказательства привожу где он и не ответил где в общем я ему я как бы записывалась на оффлайн изначально но до этого перед тем как записаться последний ответ перед тем как дать я у него спросил уж чем занимаетесь на онлайн на чем ребята с твоих историй на второй день зарабатывает 10 тысяч ты думаешь он мне признался в том что они парфюм продают нет он мне сказал то что это онлайн продажа он не обманул вот и я ему сказал хорошо если и там есть гарант на то что с первой день зарабатывать эти деньги я иду на оффлайн он мне написал окей а потом в онлайн мне закинул и когда я уже начала предъявлять себя зачем ты мне закинул он мне говорит ну как то есть сама сказала так а у меня в аудио четко я слышно то что я записываюсь на оффлайн и он меня обманул в том что они не занимаются парфюмом он мне сказал потому что свидетели были это группу удалились то что я ссылку отправила эту и сказала что я с сентября месяца тут суету подняла там короче всех на уши подняла и из-за этого меня за группу тоже удалили мало того что чат поддержки меня удалили прикинь меня с основной группы куда идут все эти видео уроки если вы приняли эту лапшу которая за урвом вешает то вы сами же будете потом страдать я тоже повелась вот это вот подожди немного подожди немного потом когда курс закончился уже не так и написали в группе то что как бы недовольны тем что говорили вот заур говорил о том что как бы ни копейки больше вкладываться не нужно перед тем как приобрести курс я у заура спрашивала типа как так без вложений ведь для того чтобы выложить публикацию на авито нужно там около 70 рублей платить да 70 рублей 71 вот и уйдет элементарно это очень немало денег и что он мне сказал как вы думаете сказал то что лично мне он дает деньги на то чтобы у меня было желать публикацию у меня тоже аудио есть вот и каждый раз вот с самого сентября месяца когда я ему говорила об этом типа слушай ты же сказал мне что ты дашь деньги на то чтобы я это все выкладывала ну каждый раз менял сему сменял как-то не знаю короче обманным путем он продал мне этот курс и в сентябре уже записалась но обманным путем он продал мне этот курс и там такая каша произошла кто-то заварил и вот сейчас хочу уже в полицию обратиться потому что просто устала за ним бегать он все время меняет тему как бы когда я ему привожу доказательства я даже с мамой приходила моей маме тоже лапши науши навешивал вот когда я приводила ясные доказательства где он не прав где он меня обманул где он не договорил где он что-то там не сказал и не делал что-то он просто переводил тему он просто даже не ответил что ты отвечаешь родителям дочерей и сыновей которых ты кинут хотя подожди я знаю что ты им говоришь если сын лентяй то виноваты все ну выйди на улицу покажи как ты 10 дней подряд продаешь духи на 10 тысяч рублей заткни всем рты а то кроме болтовни и оправданий мы ничего не видим также ради информативности прикрепляю сюда аудио отзыв одного ученика я сам там был учился то как учился первый на рынок отправили даже до того как мы туда пошли нам не сказали что надо будут духи продавать там был текст типа нужно будет сидеть по магазинам то еще такие вещи там были но мы не догадывались что надо будет продавать тухинь поэтому первый день там ходили потом на второй день уже отказались от обучения на море съездили да там ученики в любом случае будут каждый месяц записываться они записываются 90 процентов его учеников обратно домой уезжает там пару учеников остаются потому что со мной был один таджик он с иркутска приехал он на билет много денег потратил ну 1000 на 100 примерно в минус ушел вон там пара первый день короче мы пришли в офис просто и как только мы туда зашли самого его не было там был ну сидел какой-то человек ну русала помощник и сразу же как только мы туда зашли нам какие-то бумаги пихнули сказали вот подпишите вы же уже сюда пришли все и мы как-то молодые пацаны на сколько 15 лет было молодые пацаны пришли туда сразу подписали через 10-15 сам сам приехал нас отянул твоих я еще два моих это были отянулась я хочу вот так как часами пообщался там все там раскачивал там искал ну все давайте по деньги на тот момент 30 тысяч стоил но там ну скидку то есть я сделал за 15 тысяч короче нам отдал мы ему сразу крути деньги дали он нам короче мне не хватит одного видоса чтобы показать разные ситуации что были на курсе у рустама и за урок каждый случай индивидуален и интересен по-своему разбивает на две части ролик смысла не вижу моя цель показать вам что это мошенники чтобы это видео распространялось среди других людей которые планируют покупать у них обучение ваша задача это распространять и сейчас я займусь вопросом того чтобы этого человека наказали об этом буду говорить концу видео на весь этот беспредел со стороны этих двух аферистов на удивление не нашлось правы несмотря на то что действие происходит в дагестане никто их не покалечил к чему мы ни в коем случае не призываем заявление в полицию шли в мусорку и данное дело передали в шариатский суд который в рамках религии ислама должен был рассудить кто прав а кто нет дважды он на него не явился но в итоге все-таки пришел вот что говорит один из присутствующих блогеров на том суде от я ходил с ним три раза на шариатский суд с ним и с его учениками три раза ему сказали ты обманываешь людей верни деньги и так далее что я еще должен сделать чтобы люди об этом узнали людей которых он кинул я они мне пишут я говорю ну запишите видео запишите против него них не делает в чем вопрос тогда а вот слова рустама да по шариату там вот я эти сказали что договор не действительно но я на всевышнего оставляю это все если в чем-то не правы я за это отвечу вот поэтому мое мнение остается прежним это не значит что я не учитываю точку зрения шариата я согласен как бы с тем что шарят обозначил что договор недействительное но это не не знает что я сейчас буду там деньги возвращать и так далее в чем потому что я свои ресурсы вложил на учеников я свои обязательства выполнил так то если задаваться вопросом кто вообще работает по шариату правильно да но здесь и из тысячи человек единицы люди спиртное продают наркотики продают там я не знаю органы людские продают и много всего того есть что противоречит шариату поэтому рустам опять все оставляет на всевышнего прямым текстом говорит что не будет ничего возвращать так как он вложил в обучение ресурсы но дело в другом а именно в потраченных деньгах на рекламу и в том что большая часть денег я так полагаю уже потрачена суд он в целом выиграл ему было сказано переделать договор и он дал обещание поменять подход к обучению что могу сказать более чем уверен поверьте уж мне человеку который этим занимается ничего не изменится договор будет изменен но суть будет та же подход к обучению возможно поменяется но зарабатывать от этого вы не станете и скорее всего после этого ролика эпоха этих двух перцев на этом и закончена потому что люди хотя бы будут гуглить и видеть что их ждет на обучении репутация убита в ноль повторю в очередной раз информации у меня на несколько папок и понятное дело что многие из вас хотели бы это увидеть какие-то интересные ситуации связанные с их учениками переписки и так далее у меня это все есть поэтому чтобы не растягивать эфирное время давайте я это просто выложу к себе в telegram канал министерство правды там будут абсолютно все дополнения к ролику свежая информация по поводу рустама и заура и в принципе там я всегда делюсь свежими инсайдами и анонсами а самое главное сливаю то что сливать нельзя тут такое не проходит из-за политики youtube поэтому настоятельно рекомендую всем подписаться ссылочка будет в описании под видео а теперь мои уважаемые зрители просьба достать попкорн ведь мы дошли до самой интересной части ролика а именно до потасовки в его офисе в котором он получил по щам ну что погнали а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как его там побили, но не сильно Сразу разняли и он смог съехать с темы под предлогом шариатского суда Итоги которого вы все прекрасно знаете Мне что интересно Так это почему Заур вышел сухим из воды? Ведь основной удар на себя принял Рустам Хотя масштабы плюс-минус у них одинаковые Именно поэтому я в очередной раз вам напомню про Заура Его ни в коем случае нельзя забывать Кто-то задаст логичный вопрос А что можно с ними сделать? На самом деле я более чем уверен Что здесь есть факт мошенничества И в правовом поле это можно доказать Я ни в коем случае не хочу ничего сказать про шариатский суд Но не забывайте, что есть законы Писанные уголовным кодексом России Мы победили Хизу Мы победили Андрея СД У обоих связи и денег было явно больше Чем у Заура с Рустамом Это видео посмотрит не один десяток учеников Лучшее, что вы можете сделать Это перейти в наш телеграм-канал Записать видео, где вы докажете, что взяли курс И про него расскажете Далее нужно распространять это видео Чтобы оно получило огласку После этого мы начинаем заниматься этим вопросом И собираем коллективные заявления в полицию А люди, которые плохо владеют русским языком Могут это сделать на своем языке И где-нибудь вставить перевод Такой вариант тоже пойдет Далее мы все эти заявления передаем нужным людям А с ними я на очень хороших связях Ну и решаем вопрос В ином случае ничего не получится Да, этим видео мы оберегли не одну тысячу человек Но все-таки хочется добиться большего Поэтому наблюдайте всю актуальную информацию В нашем телеграм-канале В принципе, про этих двух больше говорить нечего Я вам наглядно показал и рассказал Почему они оба являются по факту мошенниками Которые не расскажут вам Что вас ждет на курсе До того момента, пока вы его не оплатите И я не понимаю, почему вас это не смущало в самом начале Это очень хитро продуманная схема С помощью которой составлен был договор Чтобы вы не смогли вернуть деньги И все эти сказки про гарантию заработка Остаются сказками Вам нассали в уши И забрали ваши деньги Теперь эти двое кайфуют на новых тачках Отдыхают за границей И ни в чем себе не отказывают И винить здесь нужно только себя За свою наивность Многие из них оказались моими подписчиками И мне действительно грустно От того, что при просмотре моего канала Вы для себя не поняли одну вещь Не существует волшебной таблетки Которая выведет вас на финансовую независимость Нужно много работать, не покладая рук Чем-то жертвовать своим здоровьем, временем, средствами Но ни в коем случае не верить какому-то Рустаму или Зауру Да вообще кому угодно Этих двух ни в коем случае нельзя порощать Нельзя закрывать на них глаза С ними нужно бороться И все, что для этого нужно сделать Вы сами прекрасно знаете Если вам пофиг, ну пусть будет по-вашему Может вам нравится, когда вас обманывают Для меня лично это довольно-таки интересный прецедент Я не видел вот именно такого развода Да, по факту продавая вот эти маленькие миски Можно заработать, но не гарантированные 150 тысяч рублей в месяц Если это так, почему я не встретил таких людей? Ваш самый большой косяк в том Что вы не говорили, чем придется заниматься Какому человеку будет в кайф по улице ходить Назойливо продавать духи? Вердикт здесь следующий Что Рустам, что Заур Это два мошенника Которые должны понести уголовную ответственность За данную схему И все эти договора Я же сказал Ими можно жопу подтереть Они не имеют никакого юридического веса И я вам это докажу Вот увидите Ложа остра, но не погреет рук у нашего костра Не забывайте распространять этот материал Этим самым будет плюс вам в копилочку Потому что вы убережете других людей от этого зла Вводите в курс дела ваших братьев, сестер, друзей, знакомых Всех, кого вы можете от этого уберечь А на сегодня у меня все С вами был, как всегда, я Рюк Спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал А также не забывайте оставлять ваши комментарии Например, на кого вы бы хотели увидеть следующее видео А также можете написать ваш личный отзыв по поводу курса Рустама или Заура Ну и да, сегодня я не с пустыми руками, а с тетрадкой смерти Куда эти два жулика обязательно отправятся Ну что, успели соскучиться по священной тетрадке смерти? Кто забыл или не помнит Я вам скажу, что попадя в этот список Конец репутации наступает ровно через 40 секунд Имя двух этих подлецов впишется здесь очень даже хорошо Поэтому давайте сделаем это Отчет пошел «Да, да, да» Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok